всем привет мои дорогие подписчики и гости канала это полина с вами сегодня я буду показывать вам мои скороспелые детки торопышки у нас у всех сейчас трудное время вот и нам позитив просто необходим надеюсь я со мной согласны поэтому красота спасет мир как нельзя более подходит к этой ситуации может спасет не спасет но поможет пережить это все так давайте я вам сейчас буду тихонечко показывать по одной деточки это у меня сорт фан-фан тюльпан вот такая вот крохотулечка посмотрите какая крохотулечка зацвела прямо вот в стаканчике около материнской розеточки это явление не уникальное очень многие детки цветут еще в стаканчиках рядом с материнскими листочками но это всегда очень приятно видеть я поближе вам покажу посмотрите какая она вот такая вот шейка у нее маленькая и всего сколько всего два листочка и вы знаете что по моему там вот еще один цветонос лезет не листочек а цветонос и рядом с этой деточкой есть еще одна вот тоже маленькая деточка вот она а на этой стороне есть более такая уже размашистая разлапистая на которой аж 5 листочков так что я обычно вот такие вот махонькие два листочка детки не отсаживаю но в этом случае я наверное это сделаю я хочу сейчас рассадить все эти три детки это очень красивый сорт он вы может вырастить при огромнейшую розетку просто при огромнейшую но любителем больших розеток какой я и являюсь это очень здорово потому что мне нравятся крупные розетки и цветочки здесь обалденно красивые вот как вы видите вот такой персиково-розовый цвет такой колокольчик видите он не раскрытый колокольчик и у него есть темненький глазок и еще по моему должна быть белая окантовочка но ее еще не очень сильно видно но я считаю что и этому цветку можно простить все так как он зацвел вообще в таких вот условиях торопясь показать на что этот сорт способен я уже очень люблю этот сорт он новый у меня в коллекции первый раз у меня расцвел появлял появился и вот показал цветок так что я сейчас их буду рассаживать но перед этим я вам покажу еще один сортик тоже новый в моей коллекции который мне тоже показал цветочек во всей красе это сорт называется пи т катарина посадила я листочек 2 октября девятнадцатого года вот и он уже как говорится исчез здесь от отмер вот но вот здесь еще одна видимо будет деточка растет я ее трогать не буду показал пока а вот это детка вот она мне дала вот такие вот такое вот что-то необыкновенное я вам уже говорила что мои фиалочки все страдали от недостатка света течение трех недель они у меня были без света воды и удобрений в общем на на выживание просто у меня они все были вот и вот поэтому такие черенки появились но я вам хочу сказать что это точно детка это не маленькое растение я свои фиалочки никогда не сажаю вот так вот не центрально а сбоку вот я никогда не сажаю с краю поэтому это детка это не фиалка еще вот что еще сейчас не буду делать я ее пересажу и удалив вот эти вот листочки они нам не нужны и здесь по всей видимости получается что здесь двойная голова вот я знаете что я не буду ее пересаживать я буду ждать пока вторая голова подрастет и тогда я уже смогу их как следует отделить а пока полюбую с цветочком я сейчас вам покажу что действительно там растет вторая второй центр там есть вы видите поэтому здесь вот так раз тут раз два и раз два вот там даже видно сейчас я возьму инструментика покажу вам здесь даже видно вот вот здесь это вот так вот здесь вот это уже одна голова а это вторая это еще даже знаете что может быть это просто так близко друг друга сидят две детки но вот я хотела пересаживать но я буду ждать пока они подрастут чтобы было видно что там то ли это две детки то ли это две головы в любом случае надо будет это рассаживать попозже пускай это все сначала подрастет вот а сейчас я вот это вот покажу вам тоже а это уже можно вот эту детку тоже точно можно отсадить и вот эти две тоже поэтому я сейчас вам это показывать не буду я много раз показывала рассаживание деток если хотите напишите мне я еще буду показывать вот но вот у меня вот такая красота распустилась я хотела с вами поделиться всего вам хорошего оставайтесь живыми здоровыми и спокойнее относитесь к этой ситуации когда мы сидим дома все это весь мир сейчас делает поэтому не стоит себя жалеть я вот себя все время уговариваю что у нас есть очень много что делать дома до чего руки не доходили а сейчас самое время этим заняться вот еще раз поближе вам покажу какие у меня красоточки всего хорошего заходите ко мне в гости почаще я буду снимать и снимать и снимать видео для вас пока пока